Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео я хотел бы с вами поговорить о таком виджете, как, скажем так, оно по-разному называется, кто-то называет его, Edit Text, кто-то Plain Text, Material Design, Библиотекин по-другому называется, но факт в том, что это поле для ввода информации от пользователя. Естественно, почти в каждом мобильном приложении используются такие поля, ну потому что всегда мы должны получать какую-то информацию. Конечно, по правилам юзабилити нужно свести все старания пользователя для ввода информации, максимально пытаться автоматизировать эти процессы, но иногда, скажем так, у нас нет другого пути, как получить от пользователя информацию. Для этого используются поля для ввода. И в сегодняшнем видео я расскажу, как работает виджет поля для ввода информации. И именно тот виджет, который поставляется библиотекой Material Design, потому что у него намного больше возможностей. К тому же, если вы зайдете в свой файл Bill Gradle, где подключаются все библиотеки, то вы по умолчанию увидите, что по умолчанию у нас из коробки уже идет библиотека Material Design. Это значит, что Android говорит нам, обязательно используйте эту библиотеку. Раз Android нам говорит это, то мы и будем использовать эту библиотеку. И я вам расскажу в этом видео, как работать с виджетом Text Input Edit Text. Ну, а для понимания это поле для ввода информации. Итак, весь код будет вам доступен по ссылке под видео. А мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультаций есть в описании под видео. Я перед собой открыл проект, в котором я вам покажу и расскажу, как все это работает. Во-первых, вы должны после того, как создали пустой проект, открыть вот внизу здесь папочка Gradle Script, да, модуль. И вот открываем нижний файл Build Gradle Applications, и вот перед Dependencies, перед всеми зависимостями, перед подключением библиотек, мы должны с вами подключить ViewBinding, ну, либо DataBinding, как хотите. В данном примере я использую ViewBinding. Подключаем. И затем, когда у нас все это готово, сверху появится ссылочка Синхронизировать проект. Синхронизируете проект. Далее нам нужно перейти в папочку Values, да, и в FileString, где содержатся все строковые перемены. То есть отсюда в наше приложение загружаются все, скажем так, статичные названия. У нас будет, во-первых, у нас будет два поля для ввода информации. То есть как бы два примера. Один пример работает при нажатии на клавиатуре по кнопке Enter, а второй пример работает, если у нас вместе с этим полем для ввода информации имеется специальная кнопочка. И вот при Tab'е по обоим случаям будут разные текстовые, обычные текстовые поля записываться какая-то информация. И вот у первого поля будет сверху, скажем так, лейбл, ваше имя, да, а Enter Name это описание кнопочки будет, введите имя. Ну, она нигде не будет не высвечиваться, просто у нас в атрибутах это будет. И для второго поля введите, и для второго поля ваш город будет также этикетка, ну, то есть лейбл сверху ваш город и описание для кнопки. Это описание для кнопки на самом текстовом поле, на самом поле для ввода информации. Я потом вам покажу, где оно отображается. И у второго поля у нас будет сама обычная кнопочка для добавления информации, для того, чтобы добавить информацию с поля, куда ввел пользователь, да, специальное текстовое поле. Но опять же, посмотрите чуть-чуть далее об этом. И переходим к нашу, да, XML-верстку нашего главного Activity. Здесь у нас ConstraintLayout, и дальше идет, значит, первое поле для ввода информации. Как я сказал, мы будем использовать виджет TextInputEditText, но этот виджет, он используется внутри специальной прослойки TextInputLayout, и уже внутри размещается само поле для ввода информации. Давайте начнем с TextInputLayout. Вот. Здесь я придаю ID-шник этому слою, потому что я снизу буду размещать и другой такой, другой слой, другое текстовое поле, мне нужно его позиционировать. Поэтому мне нужен ID-шник. Ширина по всему, по всему, да, экрану идет, высота по контенту, и я, так как ConstraintLayout, задаю позиционирование и отступы. Теперь, давайте, для того, чтобы было понятно, я здесь перейду во вкладку дизайн, чтобы было вам наглядно, даже не так мы сделаем. Мы перейдем в код, и я, чтобы было видно, справа соберу сейчас этот проект на виртуальном эмуляторе. Это, чтобы было видно вам дизайн наших полей для ввода информации. Сейчас соберется у меня проект. Ну вот, смотрите, я вот сюда кликну, смотрите. Во-первых, Box Background Color, что такое? Это цвет нашей этикетки, то есть надписи над этим, над поле для ввода информации, вот. Дальше, Start Icon Tint, что это такое? Это цвет вот этой нашей черной, черной иконочки. End Icon Tint, это что такое? Вот когда мы начнем вводить сюда информацию, ну да, вот тут начнем вводить информацию, то вы увидите, что у нас появляется специальная иконка, кликнув по которой мы можем стереть то, что ввели. Вот цвет этой иконки мы здесь определяем. Box Stroke Color, это вот нижнее подчеркивание у поля для ввода информации. Значит, вот этот атрибут, это как раз-таки вот заголовок сверху, да? Он и здесь отображается, и отображается, когда мы не стали еще на поле для ввода информации. Далее, собственно, цвет этой подсказки, вот здесь, вот цвет этой подсказки, вот здесь он настраивается. Ну, собственно, иконка, которая слева отображается, вот у нас здесь задается. А вот то, что я вам говорил, и вот для этой, скажем так, иконки нужно дать, скажем так, символичное описание. Вот это символичное описание мы как раз-таки берем вот отсюда. Стринг, да? Введите имя. Во втором поле это введите название города. То есть это сама этикетка, сама надпись над полем, а это описание для иконки слева. Введите имя. Так, ну, обязательно мы показываем, что последняя иконка это Clear Text. Обязательно прописывайте здесь Clear Text. Это значит, что при клике по иконке справа мы сможем стирать наш текст. Ну, это, скажем так, толщина внизу вот этой линии подчеркивания. Дальше внутри этой прослойки, видите, все основные настройки, они настраиваются в прослойке. Далее идет сам виджет. Вот здесь обязательно даем ему идишник, потому что с этого виджета мы будем считывать информацию. Мы также его делаем по всему, по ширине, по всему родителю. Тип даем ему, говорим, что это текстовое поле. Может, там разные типы, можете загуглить, там и email, можно, ну, очень много разных типов есть. Говорим, что text color black. Это что мы говорим? Это что мы говорим, что текст, который мы будем вводить здесь, будет черного цвета. Также мы настраиваем в качестве курсора, я здесь в качестве курсора настраиваю иконку. Можно любой символ выбрать, можно любую иконку, но в качестве курсора, вот у меня мигает курсор, это вот иконка как раз таки. Ну и фон мы устанавливаем для этого поле для вводной информации оранжем. Все. Теперь, когда у нас это готово, у нас есть, вот оно, мы ввели, мы создали с вами верстку поля для вводной информации. Теперь нам нужно сделать так, чтобы при клике по этому полю мы могли вводить сюда информацию, а потом на клавиатуре, кликнув по кнопке enter, клавиатура у нас сворачивалась, а вот чуть ниже сюда в текстовое поле, обычное текстовое поле, записывалась какая-то, записывалась информация с нашего поля для вводной информации, то есть записывалась информация, о которой мы ввели. И вот ниже, прямо вот под этим первым text input layout я создаю обычное текстовое поле, куда мы будем записывать информацию. Здесь обязательно ID-шник также присваиваю, чтобы понимать, в какое текстовое поле мы записываем информацию. Переходим мы на activity, здесь по viewbinding я вот это все подключаю и вешаю через binding на наше поле, на наше первое поле для вводной информации по ID-шнику enter name. Вот мы вешаем на него прослушиватель, сетонкейлиссенер. Теперь, сейчас я вам расскажу, почему я так сделал. Можно было, конечно, здесь сделать всю обработку и этот весь код здесь прописать, но скорее всего вы будете использовать несколько полей для вводной информации. И в этом случае каждый раз придется дублировать код, а это не очень хорошо. Поэтому, когда у вас несколько полей для вводной информации, или даже несколько кнопок, всегда используется подход через интерфейс. Для этого я сюда передаю ключевое слово this, а вот здесь, где мы объявляли класс, где у нас перечисление наследования класса, мы ставим запятую, обращаемся к объекту view, потому что поле для вводной информации оно наследуется, как скажем так, все виджеты, они относятся к классу view. И поэтому мы вызываем класс view, ставим точку и вызываем специальный прослушиватель OnKeyListener, и мы вызываем специальный интерфейс OnKeyListener, в котором уже по умолчанию реализован метод считывания при вводе информации в поле для ввода информации, то есть подсоединяем здесь, и здесь мы должны, мы должны переопределить базовый шаблонный метод OnKey, который есть в этом интерфейсе OnKeyListener, это шаблонный код, здесь мы должны использовать оператор when, да, который говорит, что если мы с вами вводим информацию в текстовое, в вводим информацию в поле для ввода информации с ID-шником EnterName, то внутри здесь прослит, приписываем следующее, если, грубо говоря, что обозначает эта надпись, если мы ввели информацию, тогда в текстовое поле ResultName, ResultName это обычное текстовое поле, которое ниже расположено, мы с вами должны записать в его атрибут текст информацию с текст, информацию с поля для ввода информации, а именно с его атрибута текст, то есть всю информацию, которую мы ввели, мы перегоняем вот в это текстовое поле, после чего очищаем поле для ввода информации через метацет текст, пустое пространство, да, передаем, ну, пробел, и после этого мы говорим, когда мы все ввели в EnterName, и когда мы кликнули по вот этой кнопке Enter, мы с вами должны закрыть клавиатуру, и давайте посмотрим, как это работает, ввожу имя какое-то, да, Enter, клавиатура свернулась, текстовое поле информация записалась, но что делать, если вы хотите, чтобы при вводе какой-то информации в текстовое поле, добавлять информацию не при тапе вот по этой кнопке с клавиатуры, а вот по этой кнопке отдельной, которая у вас здесь сделала, что в этом случае мы не должны с вами сделать, так, что мы должны с вами сделать, для этого возвращаемся в наш ActivityMain, мы создаем второе текстовое поле для второго примера, вот, тут все то же самое, просто другие ID, и под ним создаем вот эту кнопку, при тапе по которой мы будем добавлять, при тапе по которой мы будем в поле, текстовое поле ниже, которое расположено ниже, добавлять информацию из этого поля для ввода информации, как это реализовано у нас в Activity. для этого мы также вешаем прослушиватель, для этого мы вешаем прослушиватель уже на кнопку, вот на эту кнопку, вот на эту кнопку, да, вот на эту кнопку, мы вешаем прослушиватель, у него ID-шник Activity. Вешаем прослушиватель и также, точно так же, подгружаем специальный интерфейс у класса View, который называется OnClickListener, в котором реализован уже по умолчанию метод OnClick, который мы должны переопределить. Этот метод срабатывает, когда мы кликаем пока почему-то, да, и после этого срабатывает какой-то код. И мы тут точно так же используем условный оператор When, и говорим, что если мы кликнули по кнопке с ID-шником AddCity, тогда мы берем и записываем в текстовое поле с ID-шником ResultCity, то есть, которая расположена вот под этой кнопкой, вот здесь, которая предусмотрена у нас для того, чтобы мы записывали информацию с поля для ввода с городом. Мы говорим, мы записываем, записываем в это текстовое поле в атрибут текст информацию с поля для ввода информации с ID-шником EnterCity, то есть с вашего города. После чего вот это поле для ввода информации очищаем и закрываем клавиатуру. Как это выглядит? Вводим информацию, добавить город, все, добавить. Все готово. Собственно, вот так и работают поля для ввода информации. То есть, как это происходит? Мы с вами создаем в XML-шаблоне сначала прослойку для самого виджета, ну, со всеми настройками, но внутри располагается сам виджет, затем идем в MainActivity и вешаем прослушиватель на наше поле для ввода информации, прослушиватель ввода и туда подключаем интерфейс, перепределяем метод из интерфейса и обрабатываем по ID-шнику, когда мы вводим какую-то информацию в поле для ввода информации, мы обрабатываем его по ID-шнику и что-то с ней делаем. Если нужно, ну, это в случае, если вы хотите нажимать кнопку на клавиатуре, если вы хотите нажимать просто кнопку из интерфейса, тогда вам нужно вешать прослушиватель уже не на поле для ввода информации, а уже на специальную кнопку и уже при, и уже когда вы навешиваете прослушивание клика по кнопке, также обращаетесь к классу View и подключаете соответствующий интерфейс OnClickListener и переопределяете уже метод OnClick. Кстати говоря, я забыл, я упустил вам такой момент рассказать, что, видите, мы когда закрываем клавиатуру, мы используем специальный метод, вот этот вот. Так вот, этот метод мы должны создать ниже. Это шаблонный метод, вы его можете просто скопировать и вставлять в любой проект, потому что он шаблонный, поставляется в Android Studio. Это метод просто закрытия клавиатуры. То есть, при обычном первом варианте мы должны уже прослушивать процесс ввода информации, при втором случае, когда у нас есть отдельная кнопка, мы должны уже с вами прослушивать клик по этой кнопке. Ну, это на сегодня все, что я вам хотел сегодня рассказать. Такой мастер-класс маленький получился, но вопрос, в принципе, часто встречающийся, особенно тех, кто только начинает, поэтому берите на вооружение, под видео у вас будет доступен код, переходите и смотрите. На сегодня у меня все, с вами был проект Мабул, до встречи на следующих эфирах, всем пока.